Давайте поприветствуем Анжелику Баркалову, 10 лет, Лев Толстой, детство. Счастливая, счастливая! Невозвращимая пора детства, Как не любить, не лелеять воспоминания о ней. Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу И служат для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом На своем высоком креслеце. Уже поздно. Давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон замыкает глаза. Но ты не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Ман говорит с кем-нибудь. И звуки ее голоса так сладкие, так приветливые. Одни эти звуки так много говорят моему сердцу. А туманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо. И вдруг она делает совсем маленькое-маленькое. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше. И она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках. Но я пошевелился, и очервание разрушилось. И суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески пытаясь возобновить его. Но напрасно. Я встаю с ногами, забираюсь и уютно укладываюсь на кресло. Ты опять заснешь, Николенька, говорит мне маман, лучше бы ты шел наверх. Я не хочу спать, мамаша, ответишь ей. И неясные, но сладкие грезы наполняют воображение. Здоровый детский сон смыкает ветер. И через минуту заблудишься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее. И во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам. Все уже разошлись. Одна свеча горит в гостиной. Маман сказала, что она сама разбудит меня. Это она присела на кресло, на котором я сплю. Своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам. И над ухом моим звучит милый и знакомый голос. Вставай, моя душечка, пора идти спать. Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее. Она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. И я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку. Вставай же, мой ангел. Она другой рукой берет меня за шею. Пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно. Нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня. Она трогает меня. Я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить. А ведь руками ее шею прижать голову к ее груди, задыхаясь, сказать... Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Аплодисменты Продолжение следует...